Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Чайпашки Низи Регенды. И сегодня большинство подписчиков попросили, чтобы я прокачал Кейси Джонса из фильма. За этого замечательного героя проголосовало 6 подписчиков. Итак, друзья, иду вам на встречу. Давайте-ка мы его прокачаем. Сейчас у нас Кейси Джонс на максимальном, на сотом уровне. Но вот способности Кейси Джонса не прокачаны. Ну что же, давайте-ки ими и займемся. Итак, первая способность Кейси Джонса. Это у нас бросок шайбы. Друзья, сегодня мы его переведем на максимальную ступень, на седьмую для героев. Итак, что же делает эта способность? Кейси бьет врага хоккейной клюшкой. Вероятность 60% снизить фокус врага на 100%. Ну а если, друзья, я переведу на максимуму, то вероятность уже 80% снизить фокус врага. Итак, достиг Кейси Джонс первой способности максимума. Вторая способность у нас толчок клюшкой. Кейси бросается на врага, ударяя его хоккейной клюшкой без нарушений. Сейчас вероятность 50%. А если, друзья, мы прокачаем, вот вероятность осталась, но уменьшилась скорость на 50% в течение трех годов. Вот третья способность Кейси Джонса из фильма – это Мичиган. Кейси удерживает шайбу на клюшке, подбрасывает ее в воздух и бьет ей прямо в лицо врагу. Сейчас вероятность 70% блокировать способность на один ход. Но если я, друзья, прокачаю до шестой ступени, вот вероятность 75% уже стала блокировать способность на один ход. Ну что же, неплохо. Четвертая способность Кейси Джонса – это мощная контратака. Кейси вкатывается в зону нападения. В начале хода есть вероятность 15%. Увеличить силу атаки союзников на 30%. Ну что же, давайте-ка посмотрим, что изменится. Итак, вот в начале хода вероятность изменилась 15% на 20%. Вот неплохо. Кроме того, друзья, есть возможность прокачать вот пятую способность Кейси Джонса. Две по цене одной. Кейси вытаскивает две бейсбольные биты и налетает на врага. Увеличивает силу атаку на 150%. А если мы прокачаем до пятой ступени, уже на 175%. Кроме того, друзья, есть возможность еще прокачать вот Мичиган третью способность. Но давайте-ка пока, друзья, хотя давайте-ка прокачаем. Вот немножко жаль мне тратить вот эти ингредиенты. Хотя для чего? Да для того они нужны, чтобы мы их тратили. Итак, третья способность Кейси Джонса из фильма достигла до максимума. Ну а сейчас давайте-ка мы возьмемся и вот займемся с вами составами от подписчиков. Но вначале позвольте передать привет. Итак, большущий черепаший привет всем нашим подписчикам и зрителям. Кроме того, особый черепаший привет подписчику с ником Лалка Балка, Анимеган, Криптон, подписчику с ником Витя, Гаджееву Самирду и другим блогерам Павелу Жукову, Максу Кузнецову, Алине Тахушевой, Максиму Миргородскому, Гастерпро, Вуди Вудпекеру, Якову Кузнецову, Олегу Диденко, Максиму Будакову, Мишу Хрущеву, Андрею Лосеву, Низка Сакеновна, Артему Ютубу, Ингера Батыровой, Никите Подубину. Друзья, большущий черепаший привет от наших героев черепашек недель. Легенды от меня лично. Ну а сейчас, друзья, первая команда от подписчика, Который оставил свой состав под прошлым видео. И это подписчик с ником Лео Дони Космос. Вот давайте-ка я сразу подберу врагов посильнее и посмотрим, кто же у нас здесь. Итак, попросил этот подписчик, чтобы я взял Лео из космоса. Давайте-ка сразу же его возьму. Отлично. Пульверизатора. Интересная команда набирай, набирается. Рафа оригинального. Ага. Вот черно-белый, вот такой вот забавный. Еще Антон Зэк написал. Зэк, 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 где же ты, Зэк? Вот, отлично. Зэк и пятый герой, которого попросил подписчик, это Слэш. Ну что же, друзья, практически собрана команда. Давайте-ка отправимся в бой и посмотрим, что из этого получится. Итак, замечательно. Команда от подписчика Лео и Дони Космос. Посмотрим, как мы сработаем. И у врагов есть хил. Это Голупит. Его мы и будем выбивать в первую очередь. Удар лазерным томогалком. Неплохой урон. Тем не менее, Голупит выживает. Ну а сейчас Лео Космос воспользуется образом Капитана Родиана. И защитит наш отряд дополнительной защитой. Кроме того, у нескольких героев появляется иммунитет. Ну и надеюсь, что Пульверизатор уже добьет этого врага. Да, Голупит выбит. Мы идем с вами дальше в бой. Ну и попробуем подключить Слэша. Удар сверху. Попытается раздавить Рафа из фильма. Это ему не удается. Ну а сейчас, друзья, добивает Рафа. Из фильма Раф оригинальный. Вот такой вот забавный удар в прыжке. И Раф из фильма выбит. Вражеский сплинтер пытается прокачать отряд. Это ему отдается. Появляются вот особые способности. Пробафал. Ого! Донателло защитил свой отряд. Ну а мы воспользуемся массовой атакой. Итак, Зекс бросает свою световую бомбу. Нанесен неприличный урон. Причем массовой атакой неплохо. Кроме того, Лео из космоса призывает фугетоида, который наносит удар с орбиты. Ничего себе, как досталось врагам. О! У врагов прокачана контратака. Давайте пусть еще пульверизатор вот так подразнит. Оскорбит врагов. Привлекает на себя внимание. Ну и вот финальную точку ставит слэш. Вот массовая атака слэша. Вот выбивает своей булавой вражеский отряд. Итак, идеальная победа. Хороший бой. И мы сдвижемся с вами дальше по турнирной лестнице. Итак, вперед. Прорываемся на 56 место. Неплохо. Вперед. И следующая команда от подписчиков. И это подписчик с ником Агент001. Попросил взять Сплинтера, Шреддера, Супер Шреддера, Рафа, Ведения и Эйпел Куновичи. Ну что же, здорово. Только давайте-ка я врагу... Вот возьму врагов посильнее. Вот не уточнял какой Шреддер. Поэтому, друзья, я беру Шреддера из мультика. Как бы по умолчанию у нас всегда так считается. Если не уточняют какой герой, значит это имелся ввиду вот герой из мультика. Где-то я пропустил, друзья, Супер Шреддера. Но надеюсь, что сейчас мы его найдем. Итак, есть. Есть Сплинтер, есть Шреддер, Супер Шреддер. Еще нужен Раф Ведения и Эпел Кунаичи. Раф Ведения мы без проблем находим. Он в начале списка. А вот Эпел Кунаичи нужно будет поискать. Где-то здесь она должна быть. Итак, замечательно, друзья. Состав собран. Вперед в атаку. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Отлично. У врагов есть сил. Раф классический. Его мы будем выбивать. И наш Шреддер из мультика первым наносит удар. Ничего себе! Вышибает! Вышибает бедня Гурафа. Подключаем Супер Шреддера. Пусть подлечивает наш отряд. Очень классная фишка. Кроме того, хороший баф от Сплинтера. Дополнительные положительные эффекты наносит нашим героям. Ну, а теперь пришло время для массовой атаки. Итак, Раф в ведении атакует массовой атакой неплохо. Кроме того, друзья, давайте поставим финальную точку при помощи особой способности Эпел Кунаичи. Цепные молнии просто выжигает молниями вражеский отряд. Вот такая вот идеальная победа. Хороший бой. И мы движемся с вами дальше по турнирной лестнице. И попадаем на 38 место. Неплохо. Итак, давайте-ка я выберу опять же следующую команду врагов посильнее. И берем следующую команду от подписчиков. Итак, кто же написал следующий состав? Это подписчик с ником Лалка Балка. Вот это мальчик. Он попросил взять черепашек в ведении и Шредера. Вот и передать привет. Ну, привет я передал. А теперь берем команду ведения и Шредера. Микеланджело ведения. Донателло ведения. Раф ведения мы восстановим при помощи билетика. Вот, кроме того, нужен еще Лео ведения и Шредер. Вот, просто Шредер. Или Шредер из мультика. Вот, написал просто Шредер. Я, поэтому, друзья, я беру Шредера из мультика. Вот он. Давайте мы его восстановим. И пойдем в атаку. Посмотрим, что из этого получится. Итак, вот вижу у врагов есть довольно-таки тоже интересный состав. Ну и посмотрим, что из этого получится. Вначале, пусть наш Лео ведения прокачает скорость нашего отряда. И смотрите, у Рафа ведения появилась сразу же броня. Шредер из мультика атакует. Наносит урон Донателло ролевику. Ничего себе. Вот, практически, вот, жизнь на нуле. Но выжил, выжил Донателло. Его надо выбивать. И Раф ведения, вот, выжигает этого героя. Отлично. Вот, удалось нам забрать Важарского хила. Танцует Микеланджело классический. И у врагов появляется преимущество. Более продвинутый урон. Наносит урон граната Биба из фильма. Сплинтер пытается что-то сделать. Вот, но я, друзья, не думаю, что это вот врагам поможем. Давайте, пусть еще наш Донателло видение разрубит фигурку тигриного когтя. Появился у нас еще дополнительный урон. Ой-ой-ой, как досталось нашим героям. Ну и сейчас давайте-ка воспользуемся Куршином. От Лео видения стреляет и запрещает врагам подлечиваться. Вот, еще воспользуемся вот медицинскими техниками Шрадера. Ага, друзья, я прошу прощения, вот не на ту клавишу нажал. Хотел подлечить. Вместо этого получилась массовая атака. Тем не менее, это победа. Вот ставим финальную точку. Бросает желудь Микеланджело видение. И Белки догрызает врагов. Вот такое вот интересное окончание боя. И мы идем с вами дальше. Продвигаемся по турниру на лестнице. И попадаем на 19 место. Вот хороший результат. Давайте-ка я беру следующую команду от наших подписчиков. И посмотрим, что из этого получится. Итак, следующий состав от подписчика с ником Анимеган. Вот сегодня я ему передавал привет. И состав Супер Шредер. Лео оригинальный. Ну, давайте-ка я начну вот брать команды подряд. Чтобы это не возвращаться. Нет, это просто Шредер из мультика. А нам нужен Супер Шредер. Вот он. Кроме того, не нужно Лео оригинальный. Вот он. Отлично. Пока у нас все удается. Микки Видение, Донни Фильм и Паукус. Вот неожиданный состав. Как сюда попал Паукус. Тем не менее, друзья, его беру. Кроме того, еще нужно Микки Видение и Донни Фильм. Так, Микеланджело Видение удалось мне взять. И осталось только вычислить Донателло из фильма. Где же ты, дружище? Давайте-ка мы его поищем. Донни Фильм, где же ты? Вот он. Отлично, друзья. Команда собрана. Вперед в атаку. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Ага, у врагов есть очень сильный хил. Это Лео из мультика. Но вначале, я считаю, нужно все же усиливать нас отряд. Шредер. Вернее, Супер Шредер. Активирует свое мутировавшее сердце. И у нас появляется постепенное исцеление. Очень классный баф. А кроме этого исцеления, вы видите, у наших героев сразу же появляется продвинутая защита. Неплохо. Итак, очень мощный удар Лео оригинального. Наносит удар Лео из мультика. Но не добивает. Возможно, вот Микеланджело с своими серпами. Да, вот выбил Лео из мультика. Теперь, друзья, массовая атака по укуса. И так вот набрасывает на врагов сети. Ага. Вот навешивает иммунитет. Микеланджело оригинальный. А Микеланджело ролевик стреляет. Ну, мы тоже так можем. Давайте пусть вот воспользуется дроном. Наш Донателло из фильма. Ох, сразу же двоих врагов выбили. Но смотрите, чтобы Багстер Стокман направил на наших героев Маусеров. Ну, а мы вот еще активируем Супер Шредера. И он наносит удары шипами земли. И это победа. Итак, идеальная победа. Хороший результат. И мы двигаемся с вами дальше. Итак, вперед, вперед. Интересно, удастся ли нам прорваться в Лигу Мастеров на второй уровень. Пока нет. В следующем бою, скорее всего, уже прорвемся. Итак, вперед. Следующая команда. Выбираю я, друзья, врагов посильнее. И кто же из подписчика нас здесь писал свой состав? Это подписчик с ником КЛК145. Вот такой вот необычный ник. Попросил этот подписчик, чтобы я взял Шредера, Хана, Тигриного Когтя, Мики Ведения, Рафа Ведения. Ну что же, довольно-таки интересно у нас все получается. Давайте-ка соберем этот состав. Итак, нам нужен Шредер. Вот Шредер. Где-то я его, по-моему, пропустил. Нет, вот есть. Есть Шредер. Отлично. Кроме того, нам нужен Хан. Тигриный Коготь. Ну вот, нашел я сразу же Тигриного Когтя. Микеланджело Ведения и Рафа Ведения. Давайте-ка я возьму вот Микеланджело Ведения и Рафа Ведения. Отлично. Осталось только, друзья, нам найти Хана. Итак, давайте-ка я аккуратненько пойду. Вот поищу. Итак, есть. Есть. Хан найден. Команда собрана. Вперед в атаку. И давайте-ка посмотрим, что у нас получится. И здорово. Сразу же у нашего Хана есть возможность наложить хороший дебаф. Вот таким вот пасом он делает, что у врагов очень здорово уменьшается защита. И нам нужно выбить Морозную Кошку. Шредер наносит удар с воздуха и должен выбить Морозную Кошку. И не получилось. Очень удивительно. Надеюсь, что Тигриный Коготь своим мечетой ее добьет. Да, удалось. Удалось. Морозная Кошка выбита. Вот вражеский Хан атакует. Странно, друзья, что он не воспользовался дебафом, чтобы не уменьшить защиту нашего отряда. Вот мы прокачали на всякий случай точность. И я считаю, друзья, нужно пробовать выбивать Хана. Итак, огненная атака Рафа. Пробует его выжечь. Мне пока не очень это получается. Крис Брэдфорд наносит удары. Ох, досталось нашему Хану. Итак, Хан против Хана. Наш Хан бьет ногой и выбивает вражеского Хана. Ну что же, это был хороший бой. Давайте-ка еще подлечим наших героев. Вот так здорово Шреддер воспользовался медицинской техникой. А, Тигриный Коготь наносит массовый урон лазерным пистолетом. Просто-просто здорово. Итак, вражеский Микеланджело еще цепляет иммунитет. Вот. Ну, а наш Микеланджело пытается выбить серпами. Не удалось ему. Тогда давайте-ка подключим Рафа с его огненным смерчем. Очень классная масса атака. И просто выжигает оставшихся врагов. Отлично. Супер. Идеальный бой. Хорошая победа. И мы движемся дальше с вами. Итак, друзья. Скорее всего, мы прорвемся. Да, прорываемся в Лигу Мастеров на вторую звездочку. Попадаем на 88 уровень. Ну что, я считаю, друзья, очень непролохой результат. Итак, замечательно. Движемся дальше с составами от подписчиков. Беру команду посетить сильнее. И так тоже написал свой состав. И это еще подписчик с ником Агент001. Но, извини, дружище, не могу взять твой состав. Я уже его брал. То есть, каждому подписчику по составу, чтобы никто не обижался. Итак, следующий подписчик с ником Клэш оф Кланс Рояле. Вот его просьба. Возьми три Шредера, Кроликов и Рокзара. Очень хороший выбор. Я не брал Кроликов. Вот сейчас мы их возьмем. Итак, Рокзара я увидел. Ищем Кроликов и троих Шредеров. Где же, где же Шредеры, где же, где же Кролики. Итак, Шредер классический найден. Шредер из мультика найден. Нужны еще Кролики. Отлично. И где-то здесь должен быть Супер Шредер. Возможно, друзья, я его пропустил. Он серенький. Да, вот он. Отлично. Итак, команда собрана. Вперед в атаку. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Вот так забавно бежит этот отряд. Ну и будем пробовать выбивать. В начале боя пусть Шредер классический прокачает наш отряд. Появляется целая куча положительных эффектов. И будем пробовать выбивать вражеского хила. Керби Мыш является очень сильным хилом. Причем у этого героя есть массовая атака. Очень здорово Рокзар нанес урон. Но пока выжила. Я надеюсь, что Шредер своим ударом добьет Керби Мышь. Кстати, по мультику это отец Эйприл Анил. Вот попал на него мутаген на человека. И он превратился в вот такого монстра. Дальше воспользуемся нашими кроликами. Итак, Ротлики против Учителя Сплинтера. Трансформируется в колесо. Наносят удар. И довольно-таки здорово наносят повреждения. Ну а сейчас, друзья, вот попытается выбить Сплинтера Леонардо. Вот оригинальный. И это ему удается. Ну что же, это было здорово. Пытается что-то сделать. Слэш. Но я считаю, друзья, уже нужно применять массовые атаки. И пытаться выбивать врагов. Итак, массовая атака Шрайдера классическая. Призывает помощь из иного измерения. Ого, и Микеланджело оригинально выбит. Вот. Рахзар еще привлекает внимание. Оскорбляет врагов. Ну, а Шрайдер ставит точку. Итак, призывает нинь, который нападает и выбивает оставшихся врагов. Идеальная победа. Хороший бой. И мы движемся, друзья, с вами дальше. Итак, вперед. Движемся по турнирной лестнице. Это в Лиге Мастеров. Вот. Практически здесь самые сильные бойцы. В Лиге Мастеров на третью звездочку. Там будет вообще самая элита. Ну, а пока, друзья, сегодня у меня план прорваться Лигу Мастеров на третью звездочку. Берем команды посильнее. И берем команду от наших подписчиков. И следующий подписчик, ее состав, это подписчик с ником Криптон. Криптон попросил этот подписчик, что я взял Шрайдера из мультика. Рокзара, Саблезуба, Бакстера, Муху и Бибопа. Ну что же, хороший выбор. Давайте-ка мы возьмем. Итак, Шрайдер из мультика. Вот сегодня почему-то очень много подписчики заказывают Шрайдера из мультика. Ничего страшного. Есть. Шрайдер из мультика есть. Рокзара мы сегодня уже брали. Ничего страшного, тоже мы сейчас его отживим. Отлично, Саблезуб. Саблезуб, друзья, у нас где-то здесь есть. Бибоп и Бакстер, Муха. Ну давайте-ка я найду Бакстера, Муху. Вот он не прокачан, хотя уже на платине. Кроме того, еще нужен Бибоп. Бибоп из мультика. Где же ты, дружище? Бибоп из мультика. Где-то здесь должен быть. Сейчас я попытаюсь его найти. Вот он. Вот он. Отлично, друзья. Итак, команда собрана. Вперед в атаку. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Ага. Сразу же вижу Хила. Им является Раф классической. Его и будем выбивать. Мощнейшая атака Шрайдера. Вот прыгает и в воздухе наносит удар. И выживает. Выживает Раф классический. Не просто его выбить. Ну, атака Рахзара с воздуха когтями добивает Рафа классического. Так, не сумел он противостоять. Кроме того, попытаюсь воспользоваться ядовитым укусом саблезуба. Выживает. Выживает Бакстер Стокман. Его двое в массовой атаке. Но не дали наши герои ему шанса. Бибоп из фильма, из мультика его добивает. Ну, а сейчас, друзья, нужно либо Криса Брэдфорда, либо Микеланджело Ролевика. У того и другого есть свои плюшки. Ну, давайте-ка попробуем вот забросать Криса Брэдфорда. Пытается что-то сделать Микеланджело Ролевой. Вот оригинальный Раф атакует словами. Ох-ох-ох, сколько мало здоровья осталось у Бакстера Мухи. И здорово, что у нас есть Шрайдер. Вот его медицинская техника подлечивает Бакстера Муху. А вот Рахзар атакует когтями. Ох, как неплохо. Отлично. Бибоп стреляет лазерами и добивает Криса Брэдфорда. Очень хорошо, друзья. Давайте-ка воспользуемся еще саблезубом. Наносит урон Микеланджело Ролевику. И Бакстер Стокман добивает. Отлично. Итак, атакует вражеский Микеланджело. Прошу, это Раф оригинальный. Но мы все же попытаемся выбить Микеланджело Ролевики. Да, удалось. Отлично. Вот применяет массовую атаку Шрайдер из мультика. Достается оригинальному Рафу. Вот давайте-ка еще пусть наш Рахзар привлечет внимание. Потому что у Бакстера Мухи очень мало осталось здоровья. Вот Биба потанцует. Вот появилось уклонение. Кроме того, Бакстер Муха еще подлечивает себя и отряд. Ну и надеюсь, что Шрайдер уже добьет оригинального Рафа. Не получилось. Ну, одна надежда на Рахзара. И так, да. Рахзар добивает. Вот и у нас получается идеальная победа. Хороший бой. Двигаемся с вами дальше. И берем следующую команду от подписчиков. Вот попадаем на 55-е место. Я считаю, неплохой результат. Очень даже неплохо идем с вами. Итак, вперед, друзья. Берем команду посильнее. И берем следующую команду от подписчиков. Итак, то, что написал. И это подписчик с ником... Смотрю. Людмила Рогачева. Вот девушка попросила, чтобы я взял Бакстера Стокмана и Микеланджело Ведения. Итак, Людмила, с удовольствием иду на вам на встречу. Всего два героя. Вот Бакстер Стокман и Микеланджело Ведения. Вот тем не менее, я считаю, друзья, что эти два героя могут справиться без проблем с любой командой. Вот у Бакстера Стокмана две массовые атаки. У Микеланджело одна. Ну и, возможно, этого хватит. Ну что же, посмотрим. Посмотрим. И сразу же, друзья, я попытаюсь сделать массовую атаку. Микеланджело бросает желудь. Белки атакуют. И смотрите, сколько урона наносят. Неплохо. Пытается что-то сделать. Ага, навешал умнитет. А еще наш любимец Бакстер Стокман применяет ударную волну. И просто выжигает троих героев. Пытается что-то сделать Раф. Ого, стиранка стирает с пулемета. Ну, а наш Микеланджело прокачивает точность. А Бакстер Стокман выпускает маусеров. Вот такой вот интересный бой. Всего два героя. Но, по-моему, получилось здорово. Идеальная победа. Хороший бой. Спасибо, Людмиле, за такую вот необычную команду. Вот. Бакстер Стокман с Микеланджело введением. Ну, еще бы ничего подобного у меня не было. Вот, по-моему, это было интересно. Итак, вперед, друзья. Следующая команда от подписчиков. Вот. И это подписчик с ником Эльсель Мамедов. Вот. Подпросил Эльсель взять команду. Раф из мультика. Сплинтер Эппикунэйчи слэш Кейси из мультика. Ну, что же. Замечательно. Итак, вперед, бой. Ого. Уже пошли герои 79-го уровня. Даже у врагов. То есть, это будет уже интересный бой. Итак, Раф из мультика есть. Сплинтера мы вот отживим при помощи билетика. Здорово. Эй, Прилкунаичи, восстановим сейчас. Если только я найду. Так, Эй, Прилкунаичи. Вот. Есть. Здорово. Слэш и Кейси из мультика. Кейси из мультика находится в начале. Так, Кейси, дружище, есть. И осталось, друзья, только добавить слэша. Слэш где-то здесь должен быть. По-моему, я сегодня уже его использовал. Да. Вот слэша мы уже использовали. Восстановили при помощи билетика. Ну, что же. Вперед, бой. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. Итак, интересная команда. Ага, вражеский Микеланджело сразу же прокачал уклонение. Ой-ой-ой, друзья. Это будет непростой бой. Ну, что же. Нам тоже нужна куча положительных эффектов. Сплинтер прокачивает наш отряд. Появляется куча возможностей. Надо пробовать выбивать вражеского героя Микеланджело. Я что думаю, друзья. Давайте-ка. Цепные молнии, опять же, могут не сработать. У врагов очень здорово прокачано уклонение. Поэтому начнем-ка мы с телекинеза. Вот в мощной атаках. Прошла, прошла, прошел удар. Неплохо. Давайте-ка я воспользуюсь. Массовая атака от Кейси Джонса. Бросает гранату. И да, Микеланджело выбит. Микеланджело выбит. Вот, некоторых героев не зацепило. Но здорово, что зацепило Микеланджело. Отлично. Кроме того, друзья, массовая атака от Слэша. Вот, видите, практически не прошло. Немножко только зацепило Микеланджело ролевого. Вот такие вот неприятности могут, когда у врагов есть уклонение. Не проходят удары. Тем не менее, давайте-ка я попытаюсь вот с разворота выбить Микеланджело ролевика. Эх, мимо, мимо, мимо проходят удары, к сожалению. Итак, пытается нанести побольше урона Раф Вигене. Вот достается нашему отряду. Но, тем не менее, друзья, если придет очередь до Эппил Кунаичи, я попробую все же воспользоваться цепными молниями. Итак, у всех врагов уклонение. Попробуем воспользоваться ударом катаной. И да, есть, прошло. Микеланджело ролевик выбит. А сейчас цепные молнии от Эппил Кунаичи. Вот выжигает, выжигает, досталось врагам. Еще взрывная шайба от Кесси Джонста. И да, Раф Вигене выбит. Остался только вот Стиранка. Проходит удар Слэша. Возможно, добьет его Сплинтер. Да, выбивает на наивидевшей сцепи. И идеальная победа. Хороший бой. Вот интересная команда. Ну что же, благодарю подписчика за его команду. А мы двигаемся дальше. Так, следующая команда. Вот врагов. Посмотрим, кто у нас выпадет. Ну, давайте-ка, вот я возьму с голубя Питом. Отлично. Итак, кто с подписчиков дальше написал? И это подписчик с ником Баир Наранов. Попросил он взять Сплинтера. Лео Вигене. Вот сразу же давайте-ка я буду брать. Итак, Сплинтер. Леонардо Вигене. Вот давайте-ка мы его восстановим. Здорово. Армагон. Да, ну наконец-то вот кто-то попросил Армагона. Здорово. Рафи Дени. Я сразу же вернулся. И Бакстер Стокман. Давайте-ка вот тоже сразу же возьмем. А потом пойдем искать Армагона. Армагон где-то посередине. Ближе к концу. Вот. Да. Сегодня мы еще Армагона не использовали. Итак, замечательно, друзья. Вперед бой. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Отлично, друзья. Давайте-ка прокачаем скорость нашего отряда. Отлично прокачивает Лео. И некоторых героев появилась броня. Это, конечно же, здорово. Ну а сейчас Армагон попробует загрызть голубя Пита. Итак, летит, грызет и догрызает бедняжку голубя Пита. Сплинтер попробует прокачать наш отряд. Неплохо. Ну а вот Рафи Дени воспользуется массовой атакой. И так вот здорово прожарил вражеский отряд. Кроме того, друзья, массовая атака от Бакстера Стокмана. Итак, Маусы идут в атаку и просто вышибают вражеский отряд. Ну вот, поэтому мне Бакстер Стокман и нравится, друзья. Его две массовые атаки это что-то. Вот только ни один недостаток. У Бакстера Стокмана слабенькая защита. Вот у Армагона посильнее. В этом плане Армагон лучше. Итак, вперед. Следующий. И мы продвигаемся на 18 место. Вот берем следующую команду врагов посильнее. Итак, враги все сильнее. 79 уровень. Вот. И я беру следующий состав от подписчика. Возможно, это подписчица Гаухар Малдаханова. Попросил. Вот сразу же прощи. Прошу прощения. По-моему, это все-таки подписчица. Ну, возможно, подписчик. То есть, извиняюсь, если я не понял. Гаухар Малдаханова попросил. Либо попросила вот сенсей и ученики. Вот. Не уточняли вот какие. Ну, понятно, что сенсей это сплинтер. Ученики непонятно кто. Но я думаю, он имел либо она, что это черепашки из мультика. Итак, сплинтер плюс черепашки из мультика. Надеюсь, я правильно понял подписчика. Либо подписчицу. Кстати, сегодня этот состав еще не играл. Давайте-ка сыграем и посмотрим. Итак, посмотрим, как справиться. Ага, у врагов есть сил Эпи Ланил. Вот ее и мы будем выбивать. Но вначале прокачаем уклонение. Микеланджело мультика танцует. У нашего отряда появляется уклонение. Итак, либо прокачивать, либо атаковать. Нет, атака мне кажется лучше. Итак, мощный удар Акатаной. И выживает Эпи Ланил. Но против удара Лео из мультика ее точно не устоять. Здорово. Отлично. Кроме того, давайте-ка, друзья, прокачаем атаку нашего отряда. Благодаря Рафу вот такая вот ярость. Его глаза полыхают. И кроме того, еще защитим дополнительная защита. Пытается сделать массовую атаку Раф. Лео, прошу прощения, из фильма. Но смотрите, как здорово наши герои контратакуют. Вот атакует Лео Микеланджело видение. Атакует Донни. Но смотрите, как здорово наши герои контратакуют. Особенно Раф. Вот очень-очень здорово. Ну что же, попытается выбить дымовые гранаты Микеланджело из мультика Рокстеги. Вот выживает. Удар пальцем Сплинтера. И Рокстеги выбит. Ну и вот точку ставит уже Лео из мультика. Массовая атака Кататанами. Просто танцует с мечами. И выбивает оставшегося врага. Идеальная победа. Хороший бой. И мы движемся с вами дальше, друзья, по турнирной местнице. И мы попадаем, друзья, на первое место. Ничего себе. Но в следующем битве мы уже точно получимся в Лиге Мастеров. Там, где самые крутые бойцы. И посмотрим, что из этого получится. Итак, замечательно, друзья. Следующая команда от подписчиков. Вот. И это подписчик с ником Веселая Карусель. Попросил вот этот подписчик с необычным ником Веселая Карусель, чтобы я взял Лео Ведение. У Саги и Зимба. Вот, кстати, У Саги и Зимба еще сегодня никто и не заказывал. Вот беру я врагу посильнее. Вот кара 79 уровня. Мне кажется, это будет интересный бой. Итак, Леонардо Ведение. Лео Ведение есть, друзья. Отживил при помощи Билетика. Кроме того, нужен У Саги и Зимба. Где же ты? Есть, друзья. Есть У Саги и Зимба. Змея Карай, Супер Шреддер и Раф Ведение. Ох, как необычно. Очень необычно. Не совсем я прослеживаю, где логика в этой команде. Но звучит интересно. Итак, Змея Карай и Супер Шреддер. Вот что общего? Вот только Лео Ведение и Раф Ведение. Я вижу закономерность. В остальных героях не уверен. Вот. Ну, могу одно сказать, друзья, что команда очень мощная. У Лео Ведение и Рафа Ведение две массовые атаки. У Супер Шреддера лечение. У Саги и Зимба продвинутая защита. Ну что же, посмотрим. Так, первым делом давайте-ка прокачаем скорость нашего отряда. Замечательно. Вот, кроме того, у Саги и Зимба прокачивает защиту и контратаку. Очень классный баф. Смотрите, сколько уже бафов навешано наш отряд. Ну и будем уже пробовать выбивать вражеского хила. Итак, Змея Карай атакует Биба по кролика. Вообще, смешно звучит. Змея атакует кролика. Очень здорово. Вот. Дополнительный баф для нашего отряда. Супер Шреддер. Вот. При помощи своего мутированного сердца подлечивает ряд. Неплохо. Вот. Вражеский Микеланджело классический интанцует. И появляется уже более продвинутая атака у вражеского отряда. Ничего страшного. Будем пробовать все же выбивать первым делом Биба по кролика. Итак, огненная атака Рафа видения. Выживает Биба по кролик. Но смотрите, наш Лео видение его добивает. Вот. Массовая атака с Юрикенами от Донателла из мультика. Но смотрите, как здорово наши герои контр-атаковали. Втроем просто затоптали врага. Вот. Отлично. Атакует Змея Карай. Ого-го. А теперь уже обычный Карай. Правда, вражеский. Но смотрите, как наши герои здорово контр-атакуют. Ну что же, отличный бой. А теперь массовая атака Лео. Ведение стрелами. Вот сразу же у трём врага найти снесён урон. Карай выбито. Ну и возможно точку уже поставить у Саги Зимба. Итак, танец с катанами. Наносит мощнейшую атаку. Танцует и наносит урон. Выживает. Выживают враги. Ага. Ну, наверное, друзья, всё же благодаря уклонению, которые вот висит напротив Микеланджело классического. Возможно, массовая атака Змея Карай что-то сделает. Вот Рокстадий классический выбит. А Микеланджело выживает. Ну что же, попробуем. Вот костяные кунаи от Супер Шредера. Метает и проходят. Проходят. Ну и возможно уже точку поставить. Раф видение. Вот выжигает при помощи огненного торнадо оставшегося врага. Вот, по-моему, друзья, очень интересный бой получился. У нас хорошая победа и мы двигаемся с вами дальше. Итак, сейчас находимся в Лиге Мастеров на третьей звёздочке, где самые сильные игроки. Вот сегодня я вижу, друзья, не хватит нам времени, чтобы прорваться в Лигу Мастеров на третью звёздочку на первое место. Но уже завтра, я думаю, это нам удастся. Итак, беру команду посильнее и берём команду вот следующего подписчика. И это Сергей Баранов. Попросил он взять команду Супер Шредер, Армагон, Стокман. Ну что же, давайте-ка я-то увидел Стокмана с Усаги. Ну и всё. И, ага, Сиранка. То есть, ох, какая мощная команда получается. Друзья, итак, у Бакстра Стокмана две массовые атаки. У Стиранка две массовые атаки. Кого ещё? Армагона две массовые атаки. Давайте-ка я вот возьму. Отлично. У Супер Шредера, правда, одна массовая атака. И у Саги тоже. Но это просто очень крутые бойцы. Вот такой вот необычный состав. Вот я считаю, одна из самых крутых команд, которой не стыдно выйти против любого противника. Очень мощная, очень крепкая команда. Вот в начале Усаги и Зимба прокачивают защиту и контратаку. Очень классный баф. Я считаю, один из лучших в игре. Вот, а в сочетании с Микеланджело из мультика, вот, который прокачивает уклонение и атаку, это что-то. Отлично, друзья. Ну вот, давайте-ка ещё добавим бафов для нашего отряда. Пусть постепенное исцеление будет у нас в запасе. Отлично. И будем пытаться выбивать вражеского хила. Итак, Аргамагон движется, взлетает, летит и грызёт Микеланджело из фильма. Вы видите, как здорово он его выбил. Отлично. Ракетный удар от Бакстера Стокмана. Вот, замечательный. И пулемёт, либо гранатой. Давайте-ка, друзья, я воспользуюсь пулемётом Астеранка. Итак, стреляет и наносит очень серьёзный урон. Неплохо. Вот ещё контратакует Астеранка. Вот, добивает бедняжку классического, по-моему, это был Донателло. Да, вот ещё сюрикенами метает Микеланджело. Ну вот, друзья, это победа. Вот, финальную точку ставит Усаги Зимба. Итак, мощнейший удар Катаны и Бибоб классический выбит. Это было здорово. Итак, идеальная победа, хороший бой. И мы движемся с вами дальше по турнирной лестнице. Итак, вперёд-вперёд. Давайте-ка посмотрим, куда мы сегодня с вами даем. Вот, к сожалению, моя программа имеет ограничение всего час времени. Вот, поэтому, друзья, я должен следить за временем. Ещё у нас есть время на 10 минут. Ну, а потом уже нужно будет заканчивать видео. Итак, команда посильнее. Хотя уже, друзья, я вижу, здесь враги довольно-таки сильны. Все уже пошли 79 уровня. Итак, следующая команда от наших подписчика. Это подписчик с ником Beeline 0309. Попросил он взять команду для смятения. Ну что же, без проблем. Давайте-ка мы с вами вернёмся смятение из другого измерения. И возьмём команду от подписчика с ником Beeline 0309. Раф Космос попросил он взять. Итак, нам нужен Раф из Космоса. Здорово. Армагон, Кожеголов. Кожеголового я сразу же увидел. Армагон есть. Морозильная кошка и Дони Космос. Вот, здорово, здорово, здорово. Попросили морозильную кошку. Вот, удалось мне найти Дони Космос. И ещё нужна морозильная кошечка. Вот она. Вот странно, что без Микеланджело. Вот по мультику. Вот Микеланджело очень любил морозную кошку. Всё время с ней возился. Ну, а сейчас давайте-ка мы подключим Армагона. Итак, вот атака метеоритом. Попытается сразу же расплющить вражеский отряд. Удалось выбить футботов. Вот уцелел Ксевер Монтес, но ненадолго. Черепашонок Чампи, нашего Космического Рафа, попытается его выжить. Вот так. Отлично. Выбит Ксевер Монтес и переходим ко второй волне. Ого. Здесь пиццелицы. Бакстер Муха и Крис Брэдфорд. И сразу же для них сюрприз. Вот давайте-ка попробуем вот такими массовыми атаками врагов атаковать. Вот падает Метерит и просто расплющивает. Вот выживает Бакстер Муха. Надеюсь, что Морозозильная Кошка добьет его снежком, метает и выбивает Бакстера Муху. Отлично. Вот Кожигалу попробует выбить Криса Брэдфорда. Итак, хватает Крэнга и вот так бьет, бьет, бьет и не добивает. Выживает. Возможно, массовая атака Армагона атакует ракетами. Вот выубивает врагов. Остается только Пиццелицей. Но удар Рафа Космического, удар Крогнарда, вот наносит смертельный удар и Пиццелицей выбит. Вот такой вот интересный бой. Хорошая победа на три звезды. И мы идем с вами дальше по турнирной лестнице. Хотя в смятении здесь нет турнирной лестницы. Это я ошибся. Это просто у нас цепочка заданий, в конце которой ждет колода с оригинальными черепашками. Итак, вперед, друзья. Идем с вами в бой, в турнир. Сейчас я нахожусь на 65-м месте в Лиге Мастеров, где самые сильные бойцы. И беру самую сильную команду врагов. Ну, а следующая команда от Ани Белой. Попросила Анечка, чтобы я взял Рафа Космического. Вот с удовольствием иду навстречу тебе, Анечка. Давай-ка возьмем твой состав. Итак, Раф Космический. Синегами, шинегами. Ну, я понял, кого ты имела в виду. Хан Кожеголов. Хан. Хана мы сегодня уже использовали. Ну, вот он, друзья. Удалось мне его найти. Вот так. А Кожеголов еще, друзья, не участвовал в турнире. Кроме того, еще попросила Микки Мультик. Вот Микки Мультик сегодня уже участвовал. Тем не менее, его я попытаюсь найти и отживить. Итак, Микки Мультик ежет к дружище. Вот он. Итак, Микеланджело. Команда собрана. Вперед в атаку. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед-вперед. Ед у врагов хил. Это Бибоп Кролик. Но вначале пусть Хан ослабит защиту врагов. Вот очень классный дебаф нанесен на противника. Ослаблена защита. И вот я думаю, то ли атаковать. Нет. Давайте-ка все же пусть мы прокачаем вот уклонение. Не станем рисковать. Вот. А теперь Шинегами нанесет смертельный удар демоном Они. Призывает при помощи талисмана Тигриного Глаза. Вот досталось Бибопу. Но выжил. Как он выжил? Не знаю. Не знаю. Возможно, Бластер Рафа Космического его добьет. И что же? Да. Бибоп Кролик выбит. Отличнейший удар. Пытается что-то сделать Микеланджело оригинально. Ага. Появляется иммунитет. Ну, я не думаю, что это уже врагам поможет. Давайте-ка мы попытаемся выбить Стиранка. Очень мощный враг. У него две массовые атаки. Гранатомет и пулемет. Его надо убирать в первую очередь. Пытается что-то сделать Крис Брэдфорд. Но видите, благодаря уклонению атаки врагов проходят мимо. Рок Стэди Кролик пытается что-то сделать. Ого. Итак, массовая атака Стиранка. Ничего врагам не дает. Итак, удар Хана ногами. И Крис, и Стиранка выбит. Отлично. Дымовая бомба от Микеланджело из мультика. Неплохо. Ну и давайте-ка, друзья, добивать этого героя. Нет. Лучше давайте-ка добьем Микеланджело оригинального. Да, хороший бой. Хорошая победа. Вот осталось только выбить оставшихся врагов. Итак, удар Крогнарда. По Рок Стэди Кролику. И сможет ли он устоять? Устоял. Устоял. Вот добивает Кролика Хан. Рок Стэди Который. Вот здорово. Ну и Кожеголов вращаясь добивает уже Криса Брэдварда. Хорошая победа. Идеальный бой. И мы продвигаемся с вами по турнирной лестнице. Вот давайте-ка посмотрим, куда мы с вами дойдем. И мы с вами доходим на 47 уровень. На 47 место. Ну что же, замечательно. Итак, следующая команда от наших подписчиков. Это подписчик с ником ютубер известный. Попросил он взять команду Кейси Джонс Фильм. Да, вот как раз. Ну наконец, сегодня мы прокачивали Кейси Джонс из фильма. Хотя, по-моему, я его уже сегодня брал. Тем не менее, здорово, что его заказали. Давайте-ка я возьму этого героя. Вот, посмотрю Кейси Джонс Фильм. Где же ты? Вот сегодня мы его прокачивали. Итак, надеюсь, что сейчас я его... Нет, друзья, на турнир я его не брал сегодня. Сейчас мы его увидим в бою. Кроме того, попросил подписчик, чтобы я взял Супер Шредера. Отлично. Раф Ролливик. Где его искать? Усаги и Пульверизатор. Давайте-ка я найду Усаги и Зимба. Вот. Вот, найду Пульверизатора, а потом будем искать Раф Ролливика. Так, где же ты, Пульверизатор? Есть. Пульверизатор найден. Ну, а Раф Ролливик, мне кажется, друзья, где-то он в конце. Есть. Вот, удалось найти. Итак, состав собран. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, неплохо, друзья. Давайте-ка попытаемся выбить вражеского хила. И пусть наш Раф Ролливик превратится в индюшку. Появится очень прикольная способность. Вот, кроме того, вот видите, благодаря его фишке у наших героев появилась двойная атака. Вот. Кроме того, наш Усаги и Зимба прокачивает защиту и контратаку. Целая куча положительных эффектов. Да, супер шреддер будет подвечивать отряд при помощи мутагена, который вот бродит в его венах неплохо. И вот, да, друзья, вот мощнейшая атака Кейси Джонса двумя битами. Ох, как досталось Рафу. Вот. И добивает его пульверизатор. Вот, поскальзывается, бьет и Раф классический выбит. В это время Бибоб классический кушает попкорн. Появляется у врагов иммунитет. Ну, мы, в принципе, не хотели на них налаживать дебафы. Тем не менее, смотрите, как наши герои контратакуют. Вот просто-просто заглядение. Вот, ну, благодаря тому, что у врагов есть защита, некоторые удары не проходят. Отлично. Здорово. Итак, массовая атака от Рафа черепами. Вот бьет топором. Ох, ничего себе. Бакстер Стокман вот выбит. Кроме того, друзья, массовая атака от Усаги Зимба. Вот наносит смертельный урон катанами. Просто танцует с ними и вышибает оставшихся врагов. Идеальный бой. Хорошая победа. И мы двигаемся с вами дальше по турнирной лестнице. Итак, вперед. Давайте-ка посмотрим, что из этого получится. И мы попадаем на 23-е место. Итак, друзья, с такими темпами, вот устается, по моим просчетам, еще минут 10 для видео, мы с вами сможем попасть на первое место. Итак, следующая команда от подписчика с ником Аргын Толубеков. Попросил Аргын, чтобы я взял состав Лео, Раф, Усаги, Шредер и все. Ну что же, пусть будет так. Всего 4 игрока. Тем не менее, по-моему, довольно-таки интересная команда. Давайте-ка возьмем ее. Итак, Раф. Леонардо. Вот где же Лео? Есть. Раф и, прошу прощения, Усаги и Шредер. Усаги и Димба и Шредер. Вот не уточнял, какой Шредер. Поэтому, друзья, я беру Шредер из мультика. Сегодня почему-то очень много просили Шредера. Ну и давайте-ка, друзья, я еще возьму Усаги и Димба. По-моему, слишком далеко я зашел. Где-то здесь он должен быть. Вот, да. Итак, Усаги и Димба собран. Давайте-ка мы сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед, вперед, вперед. Вот, попробуем выбить Бакстера Муху в первую очередь. Отлично. Ох, сработал здорово Шредер из мультика. Усаги и Димба пробафают наш отряд, прокачивают защиту. И контратак очень хорошая способность. Микеланджело вражеский, классический. Вот прокачивает вражеский отряд. Появляется более продвинтая атака. А Лео из мультика воспользуется массовой атакой. Итак, просто танец с катанами. Наносит массовый урон. Большую часть жизни удалось забрать. Вот у врагов появляется умитет. Прокачивает враг атаку. Но это я не думаю уже... Ох, как здорово сработал Раф. Вы видели, как здорово выбил врага. А сейчас Раф из мультика против Рафа ведения. И наш Раф из мультика выбивает ражеского Рафа ведения. Вот вражеский слэш атакует. Но смотрите, что делает Раф. Как здорово контратакует. Выбивает без проблем слэша. Ну и вот оставшегося Микеланджело оригинального. Шредер, призвав своих нигде, попробует выбить. Да, и это ему удается. Итак, друзья. Я смотрю на время. Мне кажется, уже времени не осталось. На этом сегодня я уже с вами прощаюсь. К сожалению, не удалось нам добраться до первого места. Уже завтра, я думаю, мы с вами в Лигу Мастером дойдем на первые места. На этом сегодня я уже с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь, друзья, на канал. Ставьте лайки, ожидайте новых серий. Конечно же, пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать способности. Я буду действовать согласно ваших отзывов, комментариях. Меня, честно говоря, удивляет, что мало было голосов о том, чтобы я прокачал героев, которые уже на платине, но еще не прокачаны. Вот ничего не прокачал я Криса Брэдфорда, Бибопа фильма, Бакстера Муху, Донателло оригинального, Микеланджело оригинального, Крисиного Калярорля, Леонардо классического, Микеланджело классического, Паукуса, Донателло классического, Пицелицева, Мутагиноида, Рокстеди фильма, Зметьюна и Бибопа кролика. Почему-то мало голосов. Вот буквально одиночные голоса о прокачке этих героев. Хотя, друзья, я буду ориентироваться на ваши голоса. То есть пишите, кого из героев прокачивать, и я буду действовать согласно ваших отзывов, комментариях, даже если это будут герои, которые прокачаны уже на сотый и больше уровень. Итак, всем пока-пока, друзья. А чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok